С точки зрения новизны, назвать главным событием года театра в Афресском крае, потому что учреждается и начинается абсолютно новый фестиваль. И быть ему теперь в регионе раз в два года. Кукольники со всей России съехались в Барнаул, чтобы показать свои лучшие постановки и посмотреть на других. Если мы на периферии работаем, мы ничего не видим. По сути, у нас только один театр кукол в городе. А так мы можем обогатить и себя, и других. То есть и других посмотреть, и себя показать. На фестиваль «Зазеркалье» съехались 11 театров из городов России. И атмосфера здесь потрясающая, и она чувствуется даже несмотря на то, что только начало фестиваля. Посмотрите на украшения стен. Это действующие куклы из спектакля Алтайского театра кукол. Открыл «Зазеркалье» спектакль Ханты-Мансийского театра «Бах-бах-бах». Это история о войне глазами цирковой собаки, чей хозяин ушел на фронт. Всего в программе фестиваля 12 постановок. В их числе три гостя со спектаклями-обладателями престижной театральной премии «Золотая маска». Питерский «Ваня», «Московский письмовник», «Екатеринбургские разноцветные сказки». Хороший кукольный спектакль будет интересен и взрослым, уверены члены жюри фестиваля. У таких фестивалей всегда два направления. С одной стороны, воспитывать, ну страшное слово воспитывать, ну формировать свою публику, да, показывать, каким разным может быть театр кукол, как он может быть интересен действительно для взрослого зрителя. Театр кукол, сама формулировка, она не предполагает детский театр. Она говорит о том, что тут все-таки главнее куклы. И я не вижу как бы причины для того, чтобы называть его только детским. В программе фестиваля не только спектакли, но и мастер-классы для артистов, круглый стол и экскурсии для участников. Для зрителей же это самый масштабный в истории Барнаула бенефис российских театров кукол. До конца недели каждый день будут показывать как минимум по два спектакля. Дарья Демиллер, Александр Антропов, День с толком.